Капитальный ремонт в школе номер 7 ждали больше 50 лет. К вопросу модернизации подошли комплексно. Под замену пошло практически всё. От входной группы до кровли. Бригада строителей вышла на объект 15 января. За это время рабочая группа демонтировала старую проводку, штукатурку со стен и напольное покрытие. Некоторые перегородки даже пришлось сносить вопреки проекту. По проекту они оставались, но так как они были в аварийном состоянии, их приходилось сносить. На данный момент на объекте ведутся работы по возведению кирпичных перегородок, штукатурка, фасадные работы. Для отделки фасада выбрана узнаваемая для структуры МЧС цветовая палитра. Преобладают оттенки оранжевого, синего и белого. Кроме того, опираясь на профильные для кадетской школы направления, составлен список оборудования, которые разместят в классах после отделочных работ. Глобальная перепланировка коснется рекреационных зон и фойе на первом этаже. Так как у нас появились дополнительные перегородки из обеденного зала и с лестничной площадки второго этажа. Они оборудованы современными противопожарными дверьми. На рецепте у нас также выведен пост охраны. Педагогический состав школы внес свою лепту в модернизацию. Учителя единогласно решили сделать доску памяти, которая займет почетное место близ входной группы. Качество исполняемых подрядчиком работ контролируют родители. Для них важно, чтобы новое пространство полностью отвечало установленным стандартам. В зоне особого внимания – пищевой блок. Он также будет обновлен и после оснащен современной техникой. Для того, чтобы открыть школу, пищевок должен быть работать. А по проекту устройства пищеблока, планировка его не соответствовала тому оборудованию, которое у нас существует. И у нас некоторое оборудование было очень старое. И для того количества детей, которые нужно кормить, оборудование не было предусмотрено. Новые электроприборы для приготовления обедов появятся и в лицее номер 40. Здесь пищевой блок прошел модернизацию в 2016 году. Однако за время эксплуатации техника устарела. Ровно как и инженерные коммуникации, на данном этапе подрядчик выполняет аналогичные работы капитального ремонта. Сейчас на объекте трудится бригада из 60 человек. Готовность площадей специалисты оценивают в 60%. На данный момент проводятся работы по устройству стяжек цементных на втором-третьем этажах четырехэтажного блока. Далее проводятся работы по сплошному уравниванию стен гипсовыми смесями, устройство приборов отопления. После приступят к ремонту крыши. На финальном этапе кабинеты по профильным занятиям оснастят оборудование для практических и лабораторных работ. Лицей готовит будущих специалистов ведущих отраслей, а потому фокус внимания сделан на качестве построения учебного процесса. У нас традиционные за последние 10 лет профили. Это физико-математический, он сейчас технологический называется, естественно-научный и социально-экономический. Конечно, мы постарались из тех средств, что были выделены на приобретение оборудования, заложить необходимые вещи, которые нужны для ведения этого профиля. Модернизацию двух объектов подрядчик обещает завершить до начала учебного года. На перспективу Министерство образования готовят документы на обновление и других образовательных учреждений. Мариинской гимназии, школы номер 21 и гимназии номер 13. Здесь шкурить и шпаклевать начнут не раньше 2025 года. Работы организованы благодаря президентской программе модернизации школьных систем образования. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.